Привет, Иксбоксер! Если ты попал на это видео, то скорее всего ты в панике от того, сколько игр в Иксбокс Геймпасс и даже не знаешь, с чего тебе начать. Либо же ты просто подписчик моего канала и тебе чудесным образом всплыло уведомление о данном ролике, который иногда не доходит. В принципе, это не так важно, поскольку если ты тут, то в любом случае я хотел бы тебе рассказать свой топ игр подписки Иксбокс Геймпасс, которые ты, мой друг, обязательно должен поиграть в самом начале, если вдруг ты, конечно, сам не можешь определиться. Вообще, за идею данного ролика хочу сказать спасибо именно вам, поскольку в последнее время очень часто получаю вопросы-донаты на тему того, что купил подписку Иксбокс Геймпасс, но во что посоветуешь поиграть в первую очередь. Вопрос, кстати, довольно правильный, поскольку приобретая данную подписку, новичку реально сложно определиться, что с этого списка начать играть в первую очередь. И да, если ты вдруг не новичок и знаешь клевые игры из этой подписки, то напиши свой топ 5 игр из подписки Иксбокс Геймпасс в комментариях. Да, я прекрасно понимаю, что все игры на вкус и цвет, мы любим разные жанры, но в этом видео я поделюсь своим видением на этот вопрос и расскажу про игры, которые я крайне советую. Кстати, хочу поделиться важной новостью для всех игроков, у которых есть Иксбокс. Теперь вы можете не тратить реальные деньги на подписки Иксбокс Лайф, Иксбокс Геймпасс или даже Иксбокс Геймпасс Ультимейт. Все это теперь можно приобрести на витрине Кодфогейм за бонусы от партнеров платформы. Например, вы можете купить тот же Иксбокс Геймпасс Ультимейт на 12 месяцев всего лишь от 108 рублей. Поэтому если у вас вдруг есть бонусы от программ лояльности, то не тратьте реальные деньги, а рассчитывайтесь именно бонусами на кодфогейм.ру. Если что, как всегда, ссылочку оставлю в описании. Первую игру, а если быть конкретнее серию игр, я выделю гирзу 4. Данная серия игр представляет собой по канону шутер от третьего лица. Просто недавно вышла гирз тактикс, и хоть это игра из этой же вселенной, жанр у нее совсем другой. Вы, конечно, тоже можете в нее поиграть, если нравится пошаговая стратегия, но я все же советую пройти первые 5 частей. Почему именно эту серию я советую? Во-первых, это одна из самых главных франшиз Иксбокса. Во-вторых, данный проект вам поможет привыкнуть к геймпаду и чувствовать себя более-менее комфортно. Поскольку, знаете, многие новички спрашивают, с каких игр начать привыкать к геймпаду. Гирз, кстати, отлично для этого подходит. История этой серии рассказывает нам судьбу отряда Дельта, которая состоит из мега-брутальных мужиков, которые ведут войну с саранчой. Ну, по крайней мере, первые три части. Проект, если честно, сильный, поскольку сюжет там не особо радостный, ибо все-таки описываются военные действия. Ну, а сам геймплей, по большему счету, состоит из перестрелок с укрытиями, которые иногда разбавляются неким экшеном и разнообразием ситуаций. Все выглядит брутально, мрачно, поэтому, если вам нравятся кишки и кровищи, то эта игра вам явно понравится. Если что, данную серию игр я вам советую проходить по дате выпуска. То есть, сначала первую, вторую, третью, потом, если хотите окунуться в больший лор, можете пройти Джажмит. Но, поверьте, это такая себе часть, можете, в принципе, пропустить. Ну, а потом, после первых трех частей, естественно, в четвертую и пятую. Ну, а потом вы можете поиграть в Герст Тактикс, если уж капец, как понравился лор, и вы нормально относитесь к пошаговым стратегиям. Единственное советую, чтобы не читать английские субтитры, в первой части можете поиграть вместо нее в переиздание, которое, кстати, полностью озвучено на русский язык. В игре есть кооператив, поэтому настоятельно вам рекомендую проходить данную серию игр вместе с кем-то. Неважно, по сети или через сплитскрин, все равно это будет весело. Помимо сюжета, в играх есть еще онлайн-режимы в виде орды, где вы можете подбиваться от волн врагов, и просто онлайн. Но туда, если честно, я не особо советую заглядывать, поскольку в последнее время коннект там очень и очень плохой. Кстати, всем, кому из подписчиков советовал данную серию игр, она по большему счету все-таки зашла, поэтому поиграйте. И да, маленький лайфхак. Если вдруг у вас третья часть будет полностью на английском, то чтобы получить вам русские субтитры, нужно будет удалить игру, если она у вас скачана, поменять регион консоли на США, скачать игру, и после скачения переставить все на родной регион, и вы получите русский язык в игре. Да, странно, но это работает. Следующую игру, которую я посоветовал бы новичку подписки Xbox Game Pass, это игра Quantum Break. Если вам нравятся игры про разлом времени, про всякие там временные пространства, которые могут немного поломать вам мозг, то по сюжету игра вам 100% понравится. Сюжет тут достаточно интересный, как вы уже поняли, он тоже про время. Вы играете за персонажа с лицом актера Шона Эшмара, который в связи с разломом времени получает некие временные способности, которыми он будет пользоваться во время тех или иных ситуаций. Если что, у данного проекта есть некая изюминка в виде сериала, который опирается на ваш выбор. То есть в конце каждой главы вам дается выбор, и вы его делаете, и смотрите реальный сериал с живыми актерами, которые опираются, опять же, на ваши решения. Если вдруг вам данная игра понравится, то обратите внимание еще на две игры от тех же создателей из этой же вселенной. Первая игра, это игра Control, она, кстати, тоже есть в подписке. Вторая же игра, Alan Wake, но он, к сожалению, из подписки уже ушел, но поговорю, что в скором времени будет анонс переиздания данной части, поэтому немножко подождите. Так или иначе, игруха тоже очень зачетна, поэтому обратите на нее внимание. Если вы любитель RPG и хотели бы поиграть в какую-нибудь игру по обратной совместимости, то настоятельно вам рекомендую обратить внимание на легендарную серию Fable. Тоже один из классных эксклюзивов Xbox, единственное, он немного староватый и выходил во времена Xbox 360. Проект перенесет вас в мир фэнтези, где вы будете сражаться, стрелять, исследовать и делать так, как считаете нужным. Да, если что, в этой игре также все завязано на вашем выборе, и вы, исходя из своих поступков, становитесь тем, кем становитесь. Первые три части довольно хороши, но самый класс, на мой взгляд, вторая. Кстати, данную серию рекомендую еще из-за того, чтобы вы плюс-минус понимали, что ожидать от новой части, которую анонсировали под новые поколения. Если вы вдруг любитель гонок, и если вы не опробовали Forza Horizon, ну, я не знаю, как вас еще назвать, ребят. Безумно офигенная гоночная серия, которая подарит вам кучу эмоций, фана и впечатлений. Несмотря на то, что я сам не особый фанат гонок, в Forza захожу частенько, дабы просто покататься и поговорить с друзьями под приятный музончик и прекрасный вид. Так как в подписке доступна четвертая часть, в нее я пока и советую играть, но уже не за горами пятая часть, поэтому ждите. Да, если вы заметили, в моем списке уже были такие жанры, как RPG, шутера третьего лица, гонки, поэтому дам вам совет еще и по другим жанрам. Обязательно поиграйте в Street of Raid 4, просто прекраснейший битэмап, и я бы даже назвал его эталоном продолжения старых пиксельных серий. Да, если вы не знали, данная серия игр выходила еще на Сегу, и это, как вы поняли, продолжение, которое сделано под новый лад. Ну, поверьте, сделан он крайне качественно, без всяких «но». Анимация, музон, камбухи, есть даже кооператив по сети, и этот проект реально классный и совсем не то, что сделали с серией Battletoads. Кстати, советую данную игру пройти как можно быстрее, так как это все-таки не эксклюзив, и возможно, что когда-нибудь он покинет подписку. Конечно, это не объявили, но если объявят, будет такой себе. Почти из этой же серии игры очень советую проникнуться миром Ори, который подарит вам также не меньше эмоций. Данный проект веет ламповостью и сопереживанием. Несмотря на то, что тут нет каких-то сюжетных диалогов, игра вас полностью погрузит в атмосферу происходящего при помощи музыки и визуала. Знаете, это, пожалуй, один из тех проектов, который действительно сделан с душой, теплоту которой ты реально чувствуешь через экран. Если что, у этой игры две части, и советую все-таки пройти сначала первую, а потом уже вторую. Возвращаясь к крупным проектам, хотел бы вам еще посоветовать пройти Rise in Rima. Это, кстати, один из стартовых экзов Xbox One, который до сих пор выглядит очень свежо. Да, он вышел в далеком 2013 году, но анимация и графон выглядит даже сейчас очень и очень достойно. Если что, повествование идет о Гладиаторе с непростой судьбой, которая, кстати, очень и очень классно может отрубать ноги и руки своих противников. В игре есть как сюжетка, так и онлайн, в котором вы можете со своим другом порубить врагов на время или же выполняя попутно какие-нибудь задания. Если вам нравится сеттинг Rima, Гладиаторов, то очень советую эту игру. Вообще, в подписке Xbox Game Pass реально огромное количество игр. Doom, Fallout, The Evil Within, Wolfenstein, другие проекты. И, если честно, то некоторые проекты я так же, как и вы, хочу пройти, но свободное время у меня просто этого не позволяет сделать. К тому же, если у вас подписка Xbox Game Pass Ultimate, вам открыты еще и игры от электроников, то есть батла, NFS и прочее. К тому же, в подписку Xbox Game Pass скоро добавятся и новые игры по типу Black for Blood, новая Forza, Halo Infinite. И когда вот в это все играть, я, если честно, не знаю. Да, кстати, если вы вдруг с моим списком не согласны, то можете написать свой в комментариях, ибо все на вкус и цвет. И да, если вдруг из моего предложенного списка вам ничего не вкатило в плане жанров, то держите маленький лайфхак. Для того, чтобы легко и просто найти себе игру по жанру, просто скачайте себе на телефон приложение Xbox Game Pass. Тут есть очень удобный фильтр, в котором вы сможете найти себе ту игру, которая вам точно подойдет. На этом, в принципе, все. Вот такой топ игры у меня для новичков. Надеюсь, вам понравятся игры, которые я вам посоветовал. И если вдруг видос понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, и до новых встреч!